Всем привет, ребят! Часто в последнее время пишите, почему не снимаю репетиции, почему не снимаю лайв-блог. И вот сегодня я решил всё-таки взять камеру и чего-либо вам наснимать. Но, во-первых, хотел бы поговорить, почему не снимаю репетиции? Потому что их нет. С каждым из вас может такое случиться, что группа войдёт в застой. И вот у нас сейчас переживаем тяжёлые времена в группе, потому что последние 2-3 года мы занимались в основном кавер-выступлениями, да? И сейчас все эти кавер-выступления уже вот здесь вот хочется делать что-то своё, тем более накопился материал. И плюс ещё, как обычно в нашей стране по организации всегда проблема, то есть кавер-выступления это не как ты приехал, сделал своё дело за 2 часа и уехал с деньгами. Это выливается из 2 часов в 8, куча неустойок и по времени, и по оборудованию, и по звуку, и что-то менять приходится. В итоге ты приезжаешь домой выжатый как лимон, а по деньгам, как обычный рабочий день, и думаешь, а стоит ли она вообще того. Вот, и поэтому решили вернуться в свою музыку, в своё творчество, делать песни, но так уж получается, что чтобы выступать хотя бы в ноль, ну уж, или в маленький плюс, надо нарабатывать аудиторию нон-стоп, несколько лет. А мы, получается, 2-3 года не уступали, и, соответственно, у нас аудитория подразбежалась, развалилась, в сообществе активность, соответственно, упала. И сейчас, чтобы всё это поднимать, надо заново вкладываться, собираться, делать фотосейты, делать какие-то видеоконтент, делать, снимать клипы, записывать песни. Всё это опять деньги, и всё это получается... Неизвестно, естественно, выгорит, не выгорит, как всегда, но фишка даже не в этом. Фишка в том, что всё это накопилось, и теперь как диплом лежит, и никто не хочет к этому приступать. И очень тяжело, ребята, собрать. Плюс у нас ещё стиль такой редки музыки. Многие почему-то думают, что группы, которые начинают играть лёгкую музыку, они, типа, или уходят в лёгкую музыку, они ищут более лёгкий путь, типа, коммерцию. На самом деле, конечно, это, я не знаю, это если человек не видит ничего дальше монитора, по факту, если вы зайдёте в какие-то сообщества группы, вы увидите, что там куча объявлений. Мы ищем басисты играть что-то вроде Green Day, ищем гитаристы играть Rammstein, ищем гитаристы играть, там, вокалисты Brutal Death Metal, что-то такое, Metalcore до сих пор играют ребята, Post Hardcore. А на что-то лёгкое вообще нереально найти, не то что музыкантов, даже не с кем выступать, потому что, ну, и площадки все такие, они... У нас площадки или под панк, панк-рок, и там с панк-роком выступать, который приходит пьяный послумиться, а мы тут им лёгкач даём, да? Или же получается какой-то old school, русский рок, с чем мы тоже не клеимся. Поэтому, ребят, лёгкую музыку на самом деле намного тяжелее двигать, это же не ящик, да? И в рок-клубах, в принципе, это намного больше требований к контенту делать, песни должны быть лучше. Потому что как раз-таки аудитория в социальных сетях, а группы сейчас раскручиваются в социальных сетях, а концерты сейчас организуются в социальных сетях в первую очередь. И получается так, что, в принципе, в них тусит молодёжь. Как раз-таки все репосты, все лайки делаться будут, если у вас рок-группа. Если репостнуть вас на стену, это типа круто, типа я слушаю рок, типа я современный панк-рок, там какой-то металл, какой-то альбом вышел, я в теме. И поэтому молодёжь, да, репостит. У нас же слушатель, он уже постарше, и я знаю многих людей, у которых мои песни есть, там, постоянно они играют в машине и даже на звонке стоят. Но при этом они никогда не ставили лайк, не делали репост. Ну, потому что они, в принципе, не делают репостов. Вот, поэтому всё вот это вот влилось в один большой конец. Как всё это решать? Ну, могу только сказать вам, что забивайте по стоянку. Не забивайте вот так вот, когда соберёмся до следующего раза. Забивайте по стоянку хотя бы раз в неделю, чтобы вы точно виделись. Что касается сегодня, плана на сегодня, что я решил снять? Накопился материал, мы пишем альбом, и сегодня будет такая вот примерочная репетиция. Как происходит написание материала? Я открываю Guitar Pro и забиваю там бас в тональности и какую-то барабанную партию, какой-то ритм, да. Потому что мне просто там удобно забивать, я там быстро всё это делаю, и потому что у меня нет сейчас медиклава. Потом я пишу деми-гитары в Cubase и отсылаю всё это ребятам. Потом они это всё не слушают две недели. И мы потом вот собираемся, как сегодня, и сегодня будем что-то прикидывать, подбирать, что получится, не получится, какие-то биты. Не ждите суперзвуку, потому что я не взял микрофон, и потому что, естественно, все колонки и динамики будут направлены не на камеру, а на нас. И я буду снимать, ну, преимущественно, наверное, барабанщика, чтобы мне потом можно было с видео замедлить и снять все его партии до мелочей. И потом уже прописать нормальный бас-партию, когда уже сниму его барабанную партию. То есть, потому что надо всё-таки писать, ну, так, как он чувствует её он. Так, как он чувствует эти песни, потому что впоследствии ему эти песни играть. Поэтому вот с ним буду снимать это на видео. Ну, и, в принципе, всё. Вот задача на сегодня. Конечно, какие-то аранжировки будут все случайные, никаких там соляки тоже все, там, что получится, не получится. Будем всё это запоминать, развивать потом на следующих репетициях. А что тут ещё можно сказать? Ну, надо подметить, сделать пометку то, что, кто не знает, мы не профессионалы, магистров не кончали, да. Потому что мне часто читают в комментариях, типа, вот, дрейм-театр и лучшие твои группы. Или мне пишут, типа, вот, какой-то там всемирно известный гитарист-виртуоз, он играет лучше, чем ты, зачем ты ведёшь канал. Ну, ребят, это всё равно, что если я в школе пробегу стометровку, и мне потом начнут сравниваться с олимпийским чемпионом. Да, блин, конечно, но с кем вы сравниваете? Вот. Поэтому погнали. Мы просто поделаем музулов в кайф. Надеюсь, что сегодня получится. Посмотрим. Ну и, да, поехали. А то опаздывают нехорошо, опаздывают на репетиции только девочки. Просто все знают, что никто не помнит. И, да, поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, да, ну давай Ну, да, ну давай Ну, да, ну, да, ну давай 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 Да, ну, да, ну давай Ну, да, ну давай Ну, да, ну, да, ну, да, ну давай Ну, да, ну давай Ну, да, ну, да, ну давай Да, да, да Ну, этот прикольно звучит. Но он и должно быть прикольно. Субтитры делал DimaTorzok Да, дико хуже начальнище, пусть у нас. Ну давай, попробуем. В этот момент. Давай, Кир. С тяжеляка? С тяжелякой, да. Ну, там написано, что тяга с тяжелякой, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, понятно. Хэ там была еще одна. Ага, то вот эта. А, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА